Прибавьте там, ладно. Мы пришли сюда, чтобы возвестить людям творению Божию, что они отступили далеко от Бога, что здесь творится. И вообще не знают о любви Божией, что Иисус Христос за грехи людей умер, распятый, воскрес, и зовёт всех к покаянию, чтобы жить для Бога свято, чисто. Есть рай, и есть ад. Всё тут понятно. Кто будет веровать в креститься, спасён будет, а кто не будет веровать, осуждён будет. Это написано в Евангелии от Марка, 16 глава. Какого возраста можно крестить детей? Нужно, можно крестить детей? Нужно или можно? Вот вопрос какой. Можно сейчас за деньги всё делать, опять пьют. Вы пьёте-то все здесь. Это не случайно, я потом объясню вам. Дело в том, что если сами как попало верят, нет истинного пробуждения, рождения свыше, то рождение, это крещение детей ничего не даёт, тем более там за деньги и ладошкой его не крестят, а мощат. Это обман. Надо, чтобы троекратное, полное под водой было, и без даром, даром получили, даром давайте. Тут надо просто до конца докопать. Вот мы общину создали, православную. У нас с тарелкой не ходят, ни за что деньги не берут. Десятину включили, и всё встало на место. Мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Пять качеств. Если вы желаете больше... Чтобы попасть в вашу общину, куда надо приехать? Ехать никуда не надо. Сначала с материалами ознакомьтесь. В скайпе, скайп, знаете такой скайп? Зарядите два слова. Игнатий Лапкин, запишите, это я. Игнатий Лапкин. И вы на меня сразу выйдете. Вы записываете? Игнатий Лапкин. Лапкин. Вы напечатайте, я увижу как. Слово Лапа уменьшительно. Лапкин. Так, и у нас есть большой Ютуб-канал. Канал в Ютубе. «Восвяти Библии» называется. «Восвяти Библии». Так, минутку, подождите, подождите. Скажите, пожалуйста, а вы уже знаете об общинах наших? Встречались здесь? Да. Нет? А как он, Игнатий Лапкин сам сказал, что у нас община есть, да? Вы про общину задали образ. Да. Просто у нас на канале там как раз много чего увидите. Там у нас в основном все снимается, как у нас бракосочетание идет, как деревни православные, то есть как работаем, как занятия, как молитва в храме. Ну, то есть там много чего. Беседы по скайпу есть с людьми с разными. Мусульманами, там, 50-никами, протестантами, просто с людьми верующими. Да, но ты на нашем Ютубе... Ну, то есть вам будет очень поучительно посмотреть. А если вера не православная, а мусульмане... Вот мы с мусульманами тоже беседуем. Да? Конечно. Ну да, ну все тогда, с Богом. А веру детям выбирать как, православные или мусульмане? Так, что? Он говорит, дети как выбирают веру в православные или мусульмане? Никак не выбирают. А дети не выбирают, с родителями идут. А когда вырастет, он тогда посмотрит, может и поменять ее. Значит, вера меняется. Ну, это ребенок, он не брал ничего. Это люди так делают. По-настоящему верующие тогда крестят. А если, как попало, зачем крестить? Лишь выпивку лишнюю сотворить. Вот вы, я вам сказал, если запишите во свете Библии, Игнатий Лапкин, вы войдете на наш Ютуб-канал. Это огромный ресурс. У меня 18,5 тысяч роликов. Наших. Мы снимаем все у нас. Где мы бываем, как воспитываем детей, Как миссионерская поездка была, деревню строим, Как море, все у нас все снимается. Потому что люди и всего извлекают пользу. У нас народ трезвый, в рот ничего не берут. У нас категорически это запрещено. Никто не курит. Ни одного аборта, ни одного развода. Вопросы есть, какие? Какое, что? Ну вот вы выйдете в скайпе, но только в скайп будете выходить, Игнатий Лапкин зарядите. Вы будете абсолютно трезвы. Дней пять в рот не берите ничего. А то у вас какой-то взгляд такой воспаленный. Все, пока я отошел. Ну все, с Богом пока. Яйца не надо. Написано, горе смеющимся ныне. Мы пришли возвестить великую радость, Что за наши грехи Христос умер, воскрес. Слава Иисусу Христу за все годы. Аминь. Если вы курите, вы до моих лет не доживете никогда. А сколько вам лет? 81. Дай Бог. А вот вы хотите, если о духовном поговорить, О вечности, о душе, папироску бросьте? Нам не положено говорить, когда люди отравляют себя. Ага, давай, жизнь и вечность. Мы пришли сюда, вот пить будете, все пьют. Пытаются залить блудный огонь и гиенский. Только не ругайтесь. Вот мы пришли возвестить истину. Подожди. Подожди. Жизнь и вечность. Ты согласен? Жизнь и вечность. Жизнь и заканчивается этой жизнью. За гробом другая жизнь вечная. И она будет или в раю, или в аду. Да. Да, ты прав. Это написано... Об этом написано у нас в Библии, И об этом написано вот в этой книге одинаково. Считай. В Коране тоже написано. Да, тоже написано, чтобы люди жили по-божески. Не как свиньи и звери. Пославные христиане. О великой любви Божией. Что за нас Христос умер и воскрес. И всех призывает к покаянию. Чтобы мы были в раю, а не в аду. Ты откуда сам родом-то? Родом я там, где нахожусь. Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. И мы сюда с великой целью рассказать о Боге, о спасении во Христе Иисусе. Что Он воскрес, будучи казнен. Для нашего оправдания. Я вас слушаю. Вас плохо слышно, то ли далеко от микрофона. Я вас слушаю, говорю. Да, Всевышний. Это я знаю. Но Всевышний грехи не прощает за так. Возмездие за грех смерть. А умер только Христос за грехи людей. А мы не умираем. А Он, главное, не умирал. Как же Он не умирал-то? Как не умирал, когда с первого века, все знают христиане, Христос воскрес поется, а Он не умирал. Первые люди, евреи, говорили, А Его украли, Он не воскрес, но украли. А что, не распят? Они не говорили, потому что они распяли. Через шесть столетий Сатана снова в мозги за носу затолкал. А Он не умирал. Раз не умирал, значит, ничего и нету. Весь мир во грехах лежит. Господь спасает человека. То, что Он умер за наши грехи. Разве это плохая? Нет. Отрицать это может только совершенно погибший человек. Даром Бог дает, даром. Только покайся и живи по заповеди Божьей. А вы откуда? С кухни. Я там был, обедал. Я имею в виду область, город. Где я нахожусь? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. 81-й год? Вы с Алтайского края знаете такое? Волчинский район. Какой? Волчинский. А где он находится? А Рубцовку знаете? Рубцовка знаете? Ну, я не знаю. У нас была большая поездка. У меня вышло 38 томов книг. Я решил их подарить библиотеке мира. Мы в Барнауле. Мы доехали до Владивостока, потом до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика, Север и Турция. И подарили в 650 городов на 35 миллионов рублей книги. Я везде выступал. А в Баку мы жили в доме Муллы. Ночевали там. У нас хорошее отношение с мусульманами. Беседы. У нас мусульмане приезжают, крещение принимают. Христианами делаются. Потому что без креста спасения нет. А вот что вы посоветуете в жизни? Вот вы простой маленький вопрос. Один вопрос вам задам. Зачем вы портите образ Божий? Если вы знаете, что Всевышний есть. А чем меня портит? Ну да, усы-то зачем снимаешь-то? Что я сделаю? Усы бреешь, зачем? Ну вот, мне не понравились. Да не надо, Бог сотворил так человека. Что играть-то? Бог сотворил. Не надо картину Божью портить. Это ваше мнение, что вообще не надо бриться? Вообще не надо, как бы, да? Знаете, из древности мы имеем образы, написанные, на камне высеченные, все с бородами. Еще царство Хамураппи, еще Египет, и везде там, ну по-другому, там борода у него, но она борода. А сегодня, как яйцо, две мамы в одном доме. Можно вопрос вам задать? Кто разговаривает-то, пускай покажется. Да он не хочет. Слушайте, у меня такое... Только без ругань, у вас далеко, микрофон далеко, плохо слышно. Я... Вы хоть когда-нибудь, хотя бы, там, в юности или в волнце... Ну, вы можете повернуть на него, чтобы я видел, с кем разговариваю-то? Давай, атака, делай. Сейчас, подождите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я к Арвии пришел несколько недель назад. Что неделю назад было? С армии пришел. С армии пришел? Да. А у нас в армию идут с бородами, все служат. Но только оружие наше не берут. Оружие не берут. Мы мирные христиане. Я вопрос вам хотел задать. Вы хоть когда-нибудь в релище, когда-нибудь? В юности или, там, не знаю, в подростковый возраст? У вас микрофон далеко от вас. Понимаете, я еще плохо сослышу. Рядом, возьмите. Не отключайтесь только. Нет, нет. Я хотел сказать, вы когда-нибудь брились в юности или там... Я брился в армии, когда был, но я уже из армии в 61-м году вернулся с бородой. Мне 81-й год. Я уже тогда уверовал. Уверовал, и тогда я был с бородой. Все. Тем более, я уже признал Христа за то, что есть по Евангелию. Мне в 23 года попала в руки Библия. И 57 лет я не суета. И за это я уже 5 тюрем прошел и лагерь. Нас сажали. В 87-м только освободился. За что? А? За что сажали? Что, знали? Гнали? За что сажали? Слово Божие. Я озвучил 50 книг. И архипелаг ГУЛАГ насчитал. И брал интервью репрессированных советской властью. И стихотворение написал про Ленина. У меня 4 тома стихов по 800 страниц. А можно вопросы? Вы говорите, вы книги там, да, у вас свои книги. А можно их в интернете найти? Можно. Бери бумагу, пиши скорее, пока не выключили. Сейчас хорошо напиши. Не выключай только, потому что ты не найдешь больше нигде такого сокровища. Так, пиши. Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Лапкин. Можете тут напечатать, чтобы я посмотрел, правильно или нет. Ибо это ключ к моим ресурсам. Игнатий Лапкин. Лапкин, Лапкин. Напечатайте лучше здесь. На меня. Пустите. Да, да. Игнатий Лапкин. По скайпу, скайп, напишите скайп. По скайпу вы на меня сразу выйдете. Я один с этой фамилией в интернете. Скайп. Вопрос другой. У вас сколько книг? Книг у меня 38 в бумажном варианте вышло. И еще 7 неизданных. По 800 страниц. Это называется сайт. Сайт во свете Библии. Сайт во свете Библии. Игнатий Лапкин. Сайт. Там 50 книг, моим голосом насчитанные. Которые я распространял. Там же Архипелаг, ГУЛАГ и все остальные книги. И там мои книги все. И фильмы государственные на нас снятые. Занявшие первое место на международном киноконкурсе. И первое место в России. Государственные фильмы на бобины снимали, на такие еще. Мы строим православную деревню с нуля. Вы сейчас найдите мой YouTube. Зайдите на YouTube канал. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Все. 18 тысяч и 400 роликов у нас. Дай Бог вам всего хорошего. Вам будет приятно посмотреть на нашу беседу.